Ну, по крайней мере, вот сейчас, до сегодняшнего, если подписание постановлено, в машине осталось. Ну, на какой стадии там или не... Так, Василий Александрович, постановление, проект постоянно подготовлен, его желательно сегодня подписать, потому что поступило два письма, кстати, от Кобылкина, это министр природных ресурсов, и от Росприроднадзора, от руководителя о том, что рекомендуется закрыть полностью охоту, за исключением наших северов, там, где проживает коренные малочисленные народы. Поэтому мы подготовили, мы уведомили всех охотпользователей. Это, значит, теперь, по, опять возвращаемся к... Вот сейчас я ехал, как раз с Константином, где она мне позвонила, глава говорит. В конце марта, значит, поступило два письма. Одно письмо от министра природных ресурсов, Кобылкина, и второе письмо от руководителя Росприроднадзора, значит, которые рекомендовали настоятельно закрыть полностью охоту на водоплавающую дичь. На сегодняшний день по Российской Федерации закрыта охота примерно в 70 территорий. Самое главное, что режим самоизоляции. Вот здесь как раз и Потребнадзор, и администрация Амурской области обязаны подчиниться тем настоятельным рекомендациям двух этих органов. Если у нас даже кто-то приедет там с севера на юг, вот это перемещение мы на сегодняшний день должны не осуществлять, потому что достаточно двух-трех человек для того, чтобы началась цепная реакция. Это было все донесено до охотпользователей, которые должны были предупредить охотников, те, которые на их территории. Общество охотников и рыболовов самое большое у нас, тут Калинчук у нас руководитель, мы с ним на эту тему разговаривали, и мы были услышаны друг друга по этому поводу. Мы еще не знаем, что у нас ждет впереди. Поэтому это может быть даже и самое мое маленькое ограничение, которое на сегодняшний день применяется. Поэтому мы должны понимать и к этому отнестись серьезно. Как и рекомендовано, и, собственно говоря, это будет в постановлении отражено, что наши севера, где живут малочисленные народы севера, им будет открыто в тот период, как и намечалось порядком Министерства природных ресурсов. Традиционное место проживания, и его, собственно говоря, это и работа, и пропитание, и все. Спасибо.